Амизон у сезон гриппу. Захист для вашей родины. Российской ракетой прямо по жилому дому. Я просто напоминаю фабулу. Конечно, многие из тех уже 100 тысяч подтянувшихся, они все это знают. Я хочу сказать, что последствия были для меня, например, частично неожиданными. Потому что я не думал, что Москва схватится за это. Алексей сам расскажет по своей части. Но это следовало ждать. Я напоминаю, что атаки на наш канал и на наш дуэт происходят уже очень давно. Практически с первого дня войны. Я вам напомню, Арестович представляли дипфейковым геем с белыми носками. Но потом как-то отстали. Понятно, но не пошло. И вот решили все-таки с другого бока зайти. Арестович создает нам нужный нарратив. Арестович наш агент. Ну и в той же стилистике. И надо отдать должное на какую-то часть общественного мнения, аудитории в Украине. О ней впечатление произвели. Тем не менее, значит, есть некое разделение. Кто-то с самого начала, со старта нас поддержал. И сказал, что действительно это похоже на информационно-психологическую операцию. Которая проведена для того, чтобы с одной стороны, да, создать нарратив, при котором снять с себя ответственность за то, что произошло в Днепре. Ну, а вот смотрите, вот они же сказали, там, противоракета сбила АХ-22. А мало кто в это поверил, кто бы сейчас не разгонял, нигде на Западе никто не исходит из того, что ракета была сбита украинской другой ракетой и упала на подъезд. Этого нету. Общая позиция, что во всем виновата Москва. Она убивала мирных граждан Украины. И она же и выстрелила по Днепру и по этому дому. Какие уж у них там намерения, никто не собирается в голову власть. Вторая часть этой операции, которая еще в момент, пока мы вели эфир, началась, между прочим. Вот мы разговаривали, они уже разгоняли по паблику. А вот смотрите. Это, конечно, подорвать это доверие, посеять бесконечное недоверие. Значит, раз этот канал так сильно воздействует, собирает такую гигантскую аудиторию, давайте, чтобы их не смотрели, и они вообще мудаки. Ну, это старо. Я через это прокатывался, по мне, вдоль и поперек за 10 последних минимум лет. Раз 20, по мне, такое прокатывалось. Поэтому для меня не новость. Для меня новость, скорее, что, в общем, несмотря на войну, несмотря на нужную степень консолидации, внутри Украины все-таки появилась известная часть, которая за это схватилась. Ну, фактически отзеркалив кремлевский нарратив и начала эту тему раскручивать. Все остальное я предоставляю тебе. Вот что ты считаешь нужным, ты можешь нам об этом рассказать. У нас же живой диалог. Что там мне выпить? Не, ну, само собой. Начнем по... Первое. Первое. Я совершил серьезную ошибку. Это серьезная ошибка, и ровно так ее надо квалифицировать. Несмотря на все формулировки в стиле, которые я вставил. Судя по всему, надо разбираться и разбираться, и так далее, и так далее. Сегодня Петков цитирует меня. И говорить, что... Ну, русская сторона сама говорит, что это ракета ПВО, которая бы пала в дом с газом, и вот там взорвалась. Как бы, да. Это серьезная ошибка, и здесь ничего с этим не сделаешь. Она такая, как есть. Но. Значит, что нужно делать теперь? Надо разобрать, как эта ошибка произошла, правильно? И не допускать ее впредь. А вот разбор дает некоторые интересные сведения. Часто неожиданно. Начинаем разбор. Значит, первое. Вне зависимости от того, что это был я. Некий гражданин А. Например. Гражданин Украины А. Соразмерно ли волна хейта совершенной ошибки? Марк. Я считаю, абсолютно нет. Вот. Второе. Имела ли эта ошибка юридические последствия или последствия на международной арене? Абсолютно никаких. И она и не могла иметь. Каких? Вот препарациональный юрист. Откуда же такова? Конечно. Там работают следователи, процессуалисты, которые собирают осколки ракет, собирают другие объективные доказательства, видео, там все остальное, показания приборов и так далее. Это является юридическим. Она бы не имела последствий, даже если бы действительно ракета сбила ЛИС-22. И не будет иметь, как не имела ли, никаких последствий падения ракеты в кожу машину, например. И тебе, и всем остальным юристам, это абсолютно мало-мальски громадным людям совершенно понятно. Значит, возникает вопрос, в каком случае, возможно, абсолютно несоизмеримая волна хейта? Взрыв просто. Даже не хейта, а реакции в принципе. Только на двух условиях. Это либо сильно напряжение коллективного общественного сознания, вызванного войной, трампой войны, и разовым преступлением очередным Кремля, которое убило уже на настоящий момент 40-40 жителей этого дома в Днепре. И боюсь, что это не последние жертвы, которых нашли, или которые там, возможно, будут болеть, не дай бог, конечно. Конечно, шокированные люди отреагировали на символическую фигуру, которую я подставил. Но совершенно же понятно и отслеживается программными методами, и видно это любому мало-мальскому понимающему человеку, что включились бота-сети очень активно в разгон. Причем включились конкретные люди и подсетки, которые это все разгоняли, и все это видят. Значит, кто мало-мальски разбирается? Это организованная компания, которую вольно или невольно, то есть сначала это организованная компания, которую вольно или невольно подхватили люди, травмированные войной, травмированные этим преступлением. Я не сразу понял, что это организованная компания. Потому что у меня, в принципе, тот день был крайне тяжелым, крайне. Я когда с тобой говорил, я уже так еле-еле ворочал языком. Я сразу после этого лег спать, не подозревая, что началось. я утром когда уже проснулся я не посмотрел что происходит но я даже слегка растерялся а потом я когда пришел себе начал считать считать смотреть как учили в автошколе и логика очень четко проступает сначала это все началось с моей интервью рамине я дал интервью рамине и одновременно зашел на поле медведчука и порошенко одновременно и туда и туда и выставив контр тезисы на и главный тезис на и главный лозунг потом я вижу идет усиленная раскрутка хейтовых постов по поводу этого интервью потом оговорка по днепру раскрутка потом присоединяется московская компания арестович молодец арестович наш человек надо его оттуда забрать он единственный кто говорит правду он выступил против власти украины и сказал и новая раскрутка со стороны нашей оппозиции прости господи а потом пошла взаимоподдерживающая история вот почему я сначала извинился объяснив что произошло а потом отозвал извинение потому что мне понадобилось четко отделить зерна плеве так вот я сегодня хочу реально извиниться реально принести извинения следующим людям первое родственникам и близким погибших и пострадавших второе жителям днепра которые лично переживают эту трагедию эта трагедия для всех нас но для днепра это особая трагедия и которые слышали один взрыв и знают что ракета была одна и которые очень многие лично восприняли мои слова и третье всем украинцам и не украинцам которых мои слова тоже деле и люди почувствовали за задетым личным я даже не хочу сейчас избираться причиной наследственных связях виноват не виноват оговорился не оговорился вставил правильные оговорки не вставил задели я хочу без того травмированным войну людям принести свои изменения извинения реальные извинения а вот тем кто крутил политтехнологию да еще совместно с российской стороной и продолжает крутить ее никаких извинений тут разговор совершенно другой еще раз внимание наша простивосподи оппозиция совместно россиянами провела операцию против гражданина украины не будем даже называть его фамилию в войне украины с россией моя фамилия в данном случае не так важно не важно любой гражданин в данном случае важно что они сделали и второе по важности как отреагирует адекватная часть общества на совместную операцию с россиянами информационную и второе на использование в обществе тех на технологии хейта и разделения а это традиционно украинская рана это традиционно благодаря чему мы проигрывали несмотря на героические усилия на поле боя и это то на чем нас всегда ловила москва и сейчас и эта операция гораздо больше чем нам кажется потому что началось все это с ужасов иларионов и прочих товарищей которые предсказали нам очередную фазу большой войны особенно удар по западу для того чтобы мы просто перекинули на запад войска общество из вилла до этих войск потом не хватило по солидарным оба потом эту информацию забрался забросала москва через неформальные каналы даже на уровне правительства президента и всех остальных по крайней и увенчалось все это хейтом по арестовичу потому что надо выбить кого арестовича и фигин перед началом большой кампании наступательной как голосов которые ну как бы извините меня ведущую роль играет но в информационной войне бесспорно в информационной войне да и уж простите да по крайней мере во влиянии на российскоязычную и российскую аудиторию и заканчивая да вот эта статья медведчука в конце которая не в известиях сегодняшние которая предлагает новый вариант московской политики вариант заключается не в том чтобы поглотить россия поглотила захваченные области или те которые планируют еще захватить а чтобы это было две украины по корейскому варианту одна неправильная которая воюет сопротивляется и вторая правильная которая выбрала братский народ он говорит про партию мира он презентовал новое видение ну понятно что не он писал он презентовал и вот я начинаю понимать если бота сетки которые крутили это порошенковский митычуковский они является ли это первым вопрос согласованной вольной или невольно согласованной компании и у меня конечно является клана из традиционно ставили на технологии ненависти они техна традиционно ставили на развод общества по по крайним позициям синхронно всегда работали и брали свои проценты кое-кто еще не выиграл войну перед началом тяжелейший сейчас операции с россиянами сделал ставку на президентской парламентский трек на то чтобы атаковать центр с крайних позиций обвинить во всем расшатать обществу ударить его по используя ненависти используя традиционно украинскую священную рану связано с тем что в партизанском отряде обязательно должен быть предатель и обязательно кто-то должен предать сегодня депутаты евросолидарности подают заявление собирают подписи на заявление за мое увольнение и за проверку СБУ не являетесь на секунду хочу вам заметить что меня СБУ проверяла чаще чем некоторые депутаты брились в своей жизни потому что невозможно занимать ту позицию которую я занимал начиная с 22 лет да и не подвергаться проверке СБУ многократно и всех других этих самых так вот вы только вдумайтесь в это вольная или невольная совместная операция с Россией вольная и невольная эта операция направлена на то чтобы породить ненависть и разбор в нашем обществе накануне крупной российской операции вольно-невольно людей расстаскивают ради политических грязг страна которая еще воюет истекает кровью которая несет траур и который предстоит ближайшие два простите три месяца тяжелейшая операция против нового наступления России во главе которого поставили Герасим и информационное обеспечение которого уже сейчас и так вот что я хочу противопоставить этим хочу сказать своим людям которые нас смотрят вы сейчас внимательно берите на карандаш всех тех кто в этом участвует а очень много для свой внутренний карандаш очень многие в этом деле отметились и сразу стало понятно что в Украине есть политики старой школы и представители общества и новой школы старая школа это которая готовит ставит готова проиграть по тому же сценарию по которому Украина проигрывала 400 лет поставив на разборот и шатали есть новые люди вот я предлагаю новую форму общественных отношений я не атакую людей которые атакуют меня я понимаю что мы с ними во всем в одной лодке и мы вместе утонем если мы дальше будем так себя вести и мы проиграем я ставлю на объединение и я ставлю на адекватность я ставлю на то чтобы мы понимали что происходит и действовали соответственно потому что от того как мы действуем от того насколько реально мы оценим обстановку и зависит выиграем мы или нет эту войну и как мы ее выиграем сейчас не до политики вся политика будет после войны и она будет еще та судя по этой репетиции важно важно объединиться и работать на победу а теперь внимание что сделали эти товарищи после трагедии в Днепре первые сутки самое важное какой нарратив нужно было давать в пространство виноваты россияне виноваты она не избирательная стрельба ракеты и мало то что боеголовка так еще тактичное топливо по городу что является военным преступлением как сколько вымерли одному мнением 600 800 метров и нужно было доносить информацию перехватывать повестку и так далее они забили эфир арестович вместо чтобы доносить самые важные месседжи все обсуждали арестович если сравнивать сколько было арестовича и сколько было трагедии то арестовича было больше гражданину украины не будем даже не важная его фамилия досталось больше ненависти чем россиянам которые виноваты в этой истории люди забыли про трагедию забыли не забыли вернее они как это сми и телеграм-каналы все средства и фейсбук и там другие соцсети трепали только одну фамилию арестович аристович аристович вместо того чтобы говорить о трагедии а ведь не россиян а теперь внимание вопрос если бы каждый кто высказался по поводу арестович написал пост что нам нужно было которое может сбивать x22 россии еще очень много и она будет бить и мы оказывается которые не сбивают как выяснилось то было больше пользы так кто навредил арестович который говорится или люди которые вот это все поняли чисто даже в медийном медийном политическом смысле ты знаешь что западные корреспонденты вот у меня сейчас запрос на десяток интервью мировых сми западные корреспонденты бровью не повели по поводу этой оговорки они все прекрасно я смотрю западную прессу извинишь я перебиваю вот все стыла не буду называть фамилии я не имею права вмешиваться там совсем внутреннюю порядку украины политиков но и разговоры о том что вся западная пресса ссылается на арестовича на его заявление о том что якобы ракеты пво была сбита х22 ну я нигде этого не обнаружил никто на это не повелся нет даже намека на это близко ничего нет это числе скандал разыгранный между москвой и киев Москва понятно по каким причинам по причинам желание ударить самое больное место украинского общества раскрутить и раскрутить нас на иную ненависть недоверие к друг другу ну подорвать нас наш с тобой канал персонально доверие ко мне частично влупить по власть и по адекватным членам общества до противопоставив их неадекватным а внутренняя позиция потому что она играет свои политические игры на крови когда еще война не выиграна отнюдь и нужно стараться вот и вся эта история выводы здесь очень простые мне нужно намного строже стать подбор информации и не стресс не отсутствие времени на ее перепроверку не является оправданием конечно же я буду намного строже потому что вам надо сохранять доверие зрителей и вся информация которая выходит должна быть очень высокой степени релевантности и я лучше буду говорить ты знаешь марк я не готов дождем я неоднократно говорил да перепроверим вот с этим понятно к себе я умею быть строгим а людям я предлагаю сделать свои выводы кто что сделал в этой истории кто что делает в этой истории наш далеко не закончилось сегодня публикация на то что арестович якобы вы только подумайте сказал что это все плохо потому что мы занимаем что мы занимаемся украинской православной церкви и подавляем ее московского подборка даст с моей фотографии выставим не пожалеете история очень простая так как про которую ты говоришь арестович это теперь наш агент лучший способ дискредитировать не на кого наши же доброход это подхватит я тебе уверяю через недельку с небольшим появится как это документы которые я им пересылаю там якобы связи с мокрыми печатями моей подписью отпечатком пальцем и и смайликом которые там прорисовал и так далее тогда и найдутся люди некоторые не просто там поверят нужны люди которые это подхватят и это будут украинцы работающие борща украинцы москва таки нащупала на 11 месяц главную технологию доведя в общество состояние глубочайшей эмоциональной травмы войны использовав трагедию в днепр они влупили и по разным причинам наши доброходы кто сознательно кто бессознательно сделал сделал свой вот этот этот кейс в чистом бить от 1 до этого вот что вы реально я добавлю важную вещь чтобы от нее далеко не уйти мы кстати почти 20 минут в эфире очень важно вы понимаете в чем ценность моего в этом большом участие поскольку я граждан россии действительно я в эмиграции естественно я политический враг режиму россии все это и так про меня известно года но я еще раз хочу подчеркнуть я знаю что будет происходить я и я для меня сразу вот ночью как это началось еще где-то можно было свести ну ладно как-то они там цеплялись к нам и раньше и там ссылки были на наш канал это постоянно почти каждый день во всех во многих пропагандистских изданиях такое делалось и трактовали слова перевирались не вырвались из контекста но это обычный дел но здесь пошла телегами прямо конкретная лживая информация специальная не прекращаешься и десять раз опровергнешь и десять раз они все равно повторят вот о чем речь и поскольку я в этом очень хорошо понимаю я не понимать могу там украинской политики не лезут но то что касается раши то что касается машина пропаганды я могу преподавать там где вы учились как говорили так сказать в одной известной поговорке я забыл больше чем ты прочитал значит суть не в этом в том что видно это рука направляющая рука этого всего вплоть до захаровой который даже сказал что ты все равно наш враг и соловьев который сказал приезжай мы тебе билет купим про арестовича значит это все безусловно ну и финалом это песков который ну вот же сами сами это все безусловно чтобы вы понимали эта технология это так сказать создание определенного нарратива который будет размазать если он не прекратится украине вот чем все дело если бы украина не отреагировал это бы сдохло в течке это до утра бы сдохло вот мы в 22 часа по киеву начали к утру 8 утра вообще все бы исчезло но поскольку это было подхвачено поскольку так сказать легло на ту почву на которую легло ее описал алексей это таскать будет раскручиваться действительно дальше они могут просто выдумывать информацию любую в россии прессы нет вы не должны забывать никакой пресс никаких сми в россии нет это одна большая пропагандистская машина для нее нету никаких критериев ложь не ложь и так далее все работает как часы распространяя так сказать необходимое потребное так сказать содержание в любом виде и форме в любом то есть вот они вы написали сюжет тасс про церковь он ничего такого не вышел все понимали что я даже процитирую мы с арестовичем в нашем эфире обсуждали про церковь и мы помним что говорит стоит любой может включить и послушать что говорил арестович что пишет тасс про арестович в одной заметок походя не продолжая эту кампанию наряду сейчас уже появилась еще масса всяких заметок они значит сообщают следующем и даже не стали ее показывать говорят что советник офиса президента украины алексей арестович считает что киевские власти ситуации с украинской православной церкви ведут себя как идиоты в кавычках и усиливают раскол рисуешь ничего этого не может понимали как отработает то есть ты можешь просто написать просто без всего просто так относится не относится и так далее то есть это один момент второй я теперь о канале скажу еще раз хочу подчеркнуть вы должны понимать это наша аудитория нас уже почти 340 тысяч смотрит арестович многократно говорил здесь он общественный советник офиса президента арестович много раз говорил он не допущен государственной тайны потому что по стандарту по значит статуту к этому государственной тайне допущены штатные советники я же правильно говорю кто и государственный тайник который захотел сейчас дать государственную тайну я бы ее не взял по принципу не навредить но это очевидно да зачем а наш эфир не для того чтобы какие-то сливать инсайды тайную информацию значит вынес там из здания на военной разведки или там с офиса президента и рассказал это не про это эти эфиры и не про это наш канал мы обсуждаем текущие новости да где-то мы можем затрагивать чувствительные щепетильные вопросы касающиеся фронта касающиеся ситуации там каких-то вопрос международных внутренних поставками оружия но все это так или иначе я подчеркиваю это публичная информация которую мы позволяем себе препарировать обсуждать анализировать в наших прямых я подчеркиваю эфирах вы присутствуете ни на каких записях вы присутствуете в прямом эфире и конечно же в этих условиях бывают и ошибки помилки что называется бывают и какие-то неточности помнишь я вот в своем вчерашнем эфире упоминал ты где-то извинялся что вот мне не ту информацию но не дали мне не ту информацию то ли это казалось бердянской то ли милито я боюсь соврать просто то ли геническая какая-то была как ты думаешь как часто ошибаются люди допущенные государственной тайной во время ведения боевых действий что-то обсуждать понятно даже самая святая святых которые ну вот они думают что можно задавать ошибаться тут то ничего не делали вас них одни хотел сегодня ни одного слова своего оправдания говорить и ничего не буду говорить ладно закроем да 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 нет я просто к тому что все таки все должны понимать нельзя завышенных этих ожиданий требовать что ты нам дал информацию значит так оно все есть оно так и есть но еще раз повторяю бывают ошибки раз во вторых эта информация которая проверяемая если же все-таки попадает какие-то ситуации мы попадаем какие-то ситуации когда мы преждевременно может быть непроверенные какие-то вещи это единичные вещи которые возникают чаще всего в таких ситуациях каналов улетела упала ракета убила людей разбирают завалы и тут вот обсуждение не так повернулась не тот контекст иная редактура и мы обсуждали можно ли сбивать эти чертовы ракеты которые убивают такое количество людей вот был контекст ну ну да вот что-то можно что-то нельзя но еще раз хочу подчеркнуть что канал не является инсайдерской информации там спецслужб офиса президента украины это все-таки аналитический информационный обмен и так далее которому мы присоединяем аудиторию этот интерактив помогает нам потому что мы разговариваем прямым текстом открытым языком мы постоянно апеллируем к актуальным новостям и это создает эффект присутствия вы вместе с нами здесь как бы в этом эфире сидите вот это соблазнило очень многих с начала войны вот это сыграло свою роль когда психологически в напряжении в истерике если хотите находились люди сохранится украина будет ли родина у тех кто уехал у тех кто остается сможет ли москва победить не сможет захватит она киев эти программы в том смысле сыграли свою роль что люди примирились как я часто говорю о домашней тему смерти когда вокруг она тебя то наши разговоры помогли очень многим преодолеть этот страх я считаю что помимо вот этого информационного аналитического уровня как я уже много раз говорил если анальгетический понимаете который помогает с какими-то вещами примириться какие-то вещи принять дам как эти пять стадий и как-то жить дальше вместе с нами какое-то время рано или поздно эти эфиры прекратятся также как прекратится война но то что было сделано до того дает нам основание это продолжать до момента пока в нас нужда отпадет я думаю что это очень важно для нас и мне кажется что это очень важно для нашей аудитории взять и вот так прекратить наши эфиры ну это было бы верхом свинства потому что это бы было бы выполнено выглядел все все нормально теперь будет коношенков ну еще какие пары флоунов вот и все черпать оттуда поэтому несмотря ни на что несмотря на все инвективы несмотря на все удары по нам мы продолжаем и последние так сказать 13 минут посвятим как обычные 40 минут оставшихся все-таки каким-то новостям чтобы не осталось впечатления что мы провели эфир только для того чтобы обсуждать субботнюю историю в понедельник я думаю что это того заслужили героические люди говорят что когда уйдет фигин арестович мы сделаем лучше а пожалуйста мы же не мешаем ты как лишь мы ждал приглашаем с первого дня сделать и лучше зачем вам надо что можно сделать и в нашем присутствии лучше нет пожалуйста мы же у нас денег чтобы все еще раз услышали никаких денег не я не арестович не получаем никакого вис президента не содержит зарплату он там не получать я вообще так сказать арестович никогда в жизни не видел не тактильно с ним никогда не соприкасался значит далее мы занимаемся вещами помимо нашего на канала имеющими общественный уровень и общественное значение начинают защиты политзаключенного такожилии заканчивая помощью пострадавшим все эти вещи находятся в единой органической связи и не погиб по отдельности мы не благотворительный проект но мы занимаемся благотворительной деятельности мы не правозащитная организация но мы занимаемся в отдельных случаях помощью политзаключенному саакашвили вот о чем надо думать и поэтому извините это youtube это свободная площадка кто пришел взял открыл канал вещает приглашает гостей рассказывает господи кому мы запретили это делать это не наш youtube он не принадлежит фигину арестовича любой создавайте канал любой делайте лучше ради бога мы никому в этом никакого препятствия не чиним поэтому мы просто продолжим делать то что мы делаем я думаю это единственное правильное